Менеджер турфирмы дома Москвы Элеонора Иванова говорит, испытала настоящий шок, когда в их крошечный офис вошли сразу пятеро мужчин и сходу заявили, что сейчас будет обыск. Вот так Элеонора и узнала. Против нее и еще одной ее коллеги возбуждено уголовное дело по статье 84 УК Латвийской Республики нарушение установленных международными организациями санкций. Да, мы продаем туры в Крым, которые запрещены. Дом Москвы – это такое культурное посольство российской столицы в центре латвийской столицы. Здесь же можно купить туры по всем городам России. Как оказалось, до трех лет лишения свободы может получить Элеонора за то, что на прошлой неделе оформила два тура. Один за полцены – ветерану войны, второй – гражданину России. Согласно распоряжению Европарламента, с осени прошлого года в странах ЕС запрещено продавать турпутевки в Крым. О том, что мы всегда работали с Крымом, мы никогда этого не скрывали. И на протяжении 10 лет мы работаем с Крымом. Мы всегда гордились тем, что у нас есть там партнеры, что у нас есть хорошие санатории, которые мы можем предложить. Единственный вариант отдохнуть рижанам в теплом Крыму – ехать дикарями. Но местные власти через прессу старательно рекомендовали не делать и этого. Латвийский МИД не может запретить своим гражданам посещать Крым в частном порядке. Однако это не означает, что такое путешествие пройдет бесследно. Например, для местных госслужащих визит на полуостров будет означать практически стопроцентное увольнение. По законодательству у нас не запрещено продавать путевки куда-либо угодно. Но по существу представители силовых органов приравняли продажу путевок в Крым к мобилизации людей в состав террористических организаций. Сотрудники турагентства в Доме Москвы говорят, что будут отстаивать свое честное имя в суде. Какое же это преступление, если помогаешь людям съездить туда, куда они хотят? И Евросоюз, и Латвийский МИД это совсем не те организации, которые имеют право решать кому, где и как отдыхать.